Диалектика и эклектика Ленин и Сталин об основном, решающем звене Каждая вещь, по выражению Ленина, находится в многоразличных отношениях с другими вещами Однако не все они имеют одинаковое значение, есть отношения существенные, менее существенные и даже совсем несущественные Мы уже указывали, что связи между явлениями могут быть необходимыми и случайными Строгое разграничение необходимых и случайных связей, существенных и несущественных отношений, является важным требованием марксистского диалектического метода Пренебрежение этим требованием неизбежно ведет к подмене диалектики эклектикой Между тем диалектика, враждебна не только софистике, игнорирующей связь всех сторон явлений, но и эклектике, которая механически соединяет все стороны, не умея выделить самые существенные и решающие связи и отношения Прекрасное определение сущности эклектики, дал Ленин Логика формальная Берет формальное определение, руководясь тем, что наиболее обычно, или что чаще всего бросается в глаза, и ограничивается этим Если при этом берутся два, или более различных определения, и соединяются вместе совершенно случайно То мы получаем эклектическое определение, указывающее на разные стороны предмета, и только Таким образом, эклектика есть чисто произвольное и случайное соединение разных сторон предмета или процесса соединения, в котором игнорируются различные между важными и неважными сторонами, не выделяются существенные связи и отношения предмета Эклектик механически соединяет разные стороны и свойства предмета, и рассуждает по принципу, с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны, и так далее Если материалист говорит, что первенствующую роль в обществе, играют материальные условия жизни, а идеалист, напротив, говорит, что такую роль играют идеи, то эклектик произвольно соединяет и ту и другую точки зрения, заявляя, что как то, так и другое имеет значение Ясно, что эклектика вредна для познания Эклектик с грехом пополам, видит связь и взаимодействие различных сторон предмета, но не видит основы взаимодействия, не способен выделить в каждом данном случае, решающее, основное звено, в цепи событий и задач Вот некоторые факты из истории нашей партии, которые показывают, что диалектика прямо противоположна эклектике, и что эклектицизм всегда был наряду с софистикой, характернейшей чертой, всякого рода оппортунизма Вспомним дискуссию о профсоюзах, которая имела место в нашей партии в 20-м и 21-е годы Эта дискуссия началась с вопроса о том, какую роль должны играть профсоюзы, в период перехода на мирное хозяйственное строительство, какими методами они должны работать В борьбе с троцкистами, которые выставляют тезис о том, что профсоюзы должны быть административно-техническим аппаратом управления производством, требовали о государствлении профсоюзов Ленин теоретически обосновал роль профессиональных союзов, как школы коммунизма, школы государственного управления Ленин вел борьбу не только с троцкистами, но и с так называемой буферной группой Бухарина, которая прикрывала и защищала троцкистов, и которая заявила, что профсоюзы, и то, и другое, и аппарат управления хозяйством, и школа воспитания При этом представители буферной группы пытались логически обосновать свои взгляды Ленин подверг резкой критике, это логическое обоснование, показав, что диалектика подменяется мертвым и бессодержательным эклектицизмом Ленинская критика и ленинский подход к вопросу представляют классический образец диалектического анализа, образец применения диалектического требования О выделении существенного, важного, из сети, многоразличных связей явлений Стремясь обвинить Ленина в односторонности, противники его привели пример со стаканом Нельзя де говорить о стакане, что он, или инструмент для питья, или стеклянный цилиндр, он, и то, и другое Также обстоит дело и с профсоюзами, они и аппарат государства, и школа коммунизма Ленин ответил популярным, по его собственному выражению, объяснением того, что такое эклектицизм, в отличие от диалектики Стакан, сказал он, есть, бесспорно, и стеклянный цилиндр, и инструмент для питья Но стакан, имеет не только эти два свойства, или качества, или стороны, и бесконечное количество других свойств, качеств, сторон, взаимоотношений и опосредствований, со всем остальным миром Стакан, есть тяжелый предмет, который может быть инструментом для бросания Стакан может служить как пресс-папье, как помещение для пойманной бабочки Стакан может иметь ценность, как предмет с художественной резьбой или рисунком Совершенно независимо от того, годен ли он для питья, сделан ли он из стекла, является ли форма его цилиндрической, или не совсем, и так далее, и тому подобное Показав, что стакан имеет много свойств, и что его связи с другими предметами, многоразличны, Ленин далее подчеркивает, что не все эти свойства, и связи, одинаково важны, и существенны, в тот, или иной момент Если мне нужен стакан сейчас, как инструмент для питья, то мне совершенно не важно знать, вполне ли цилиндрическая его форма, и действительно ли он сделан из стекла Но зато важно, чтобы в дне не было трещины, чтобы нельзя было поранить себе губы, употребляя этот стакан, и тому подобное Если же мне нужен стакан не для питья, а для такого употребления, для которого годен всякий стеклянный цилиндр, тогда для меня годится, и стакан с трещиной в дне, или даже вовсе без дна, и так далее Дело в том, что меняется название стакана, употребление его, связь его с окружающим миром Поэтому вся человеческая практика, должна войти в полное определение предмета, и как критерий истины, и как практический определитель связи предмета с тем, что нужно человеку Под этим подлинно диалектическим углом зрения, Ленин подходит, и к вопросу о роли профсоюзов Ленин все внимание обращает на то, чтобы при всем многообразии роли профсоюзов, найти самое существенное с точки зрения объективных условий периода социалистического строительства, с точки зрения практических задач борьбы за социализм Такой диалектический подход к вопросу, привел Ленин, к известному выводу, что профсоюзы, есть школа коммунизма Не с одной стороны, школа, с другой нечто иное, а со всех сторон Профсоюзы суть школа, школа объединения, школа солидарности, школа защиты своих интересов, школа хозяйничания, школа управления Враги марксизма, свое предательство делу рабочего класса, всегда пытались прикрыть подменой диалектики, эклектикой, софистикой Так действовали не только оппортунисты внутри нашей партии, но и весь международный оппортунизм Ленин и Сталин неустанно разоблачали эту подмену диалектики и эклектикой, и в процессе борьбы с оппортунизмом, оттачивали оружие марксовой диалектики Эклектика – типичное проявление боязни проникнуть в сущность действительности и познать ее законы, то есть внутренние, органические связи Это – излюбленное средство буржуазной социологии, которое стремится заменить познание законов, эмпирическим и эклектическим описанием явлений и фактов Противопоставление диалектики, эклектики, вскрывает одну из важнейших особенностей диалектики, именно ее конкретность Эклектика боится определенности, точности, ясности понятий и решений Она расплывчата и туманна Диалектика, напротив, от начала до конца конкретна Ей нетерпим дух колебаний, двусмысленности Выясняя существенное и важное в массе явлений, она помогает уверенно формулировать точные и ясные понятия, верно отражающие действительность Диалектика конкретна и революционна Указывает Ленин Эклектика и софистика Каутских и Вандервельдов, в угоду буржуазии, смазывают все конкретное и точное в классовой борьбе Отличать диалектику от эклектики, тем более важно, что только диалектическое требование о выделении существенных связей и отношений явлений, дает возможность в практической деятельности правильно видеть и намечать решающее Основное, особое, по выражению Ленина и Сталина, звено в цепи задач Эклектический подход к действительности, не дает такой возможности Раз все стороны процесса одинаково важны, то как определить основное звено в цепи задач? Если профсоюзы, и то, и другое, и третье, то где критерий, который позволил бы указать основное звено в многообразных задачах профсоюзов? Только диалектика, не механически объединяющая все стороны явления, а рассматривающая их с точки зрения главного и существенного, позволяет точно и конкретно намечать основную задачу, обеспечивающую выполнение всех остальных задач Недостаточно, писал Ленин, быть революционером и сторонником социализма или коммунистом вообще Надо уметь найти в каждый особый момент, то особое звено цепи, за которое надо всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю цепь и подготовить прочно переход к следующему звену Причем порядок звеньев, их форма, их сцепление, их отличия друг от друга, в исторической цепи событий, не так просты, и не так глупы, как в обыкновенной, кузнецом сделанной цепи Товарищ Сталин, указывая главные условия, обеспечивающие правильность тактического руководства, также подчеркивает важность нахождения В каждый данный момент, того особого звена в цепи процессов, ухватившись за которое можно будет удержать всю цепь и подготовить условия для достижения стратегического успеха Товарищ Сталин показывает, что например, в период образования нашей партии, таким основным звеном, было создание общерусской политической газеты В первые годы НЭПа, таким главным звеном, было развитие торговли, и так далее Говоря о наших планах развития хозяйства и культуры, товарищ Сталин, также подчеркивает необходимость определить главное звено Так, о первом пятилетнем плане, товарищ Сталин говорил Чтобы осуществить такой план, нужно прежде всего, найти основное звено плана, ибо только найдя основное звено и ухватившись за него, можно было вытянуть все остальные звенья плана В чем состоят основное звено пятилетнего плана? Основное звено пятилетнего плана состояло в тяжелой промышленности, с ее сердцевиной, машиностроением В период постепенного перехода от социализма к коммунизму, когда победа социализма создала все необходимые объективные условия для успешного движения с низшей стадии на высшую стадию коммунизма Одним из таких решающих и основных звеньев является борьба за преодоление пережитков капитализма в сознании людей, коммунистическое воспитание трудящихся 18-й съезд партии большевиков указал, что эта задача, в ряду других задач, связанных с коммунистическим строительством, является решающей В современной борьбе двух лагерей, лагеря мира, демократии и социализма, и лагеря империализма, основным звеном является борьба за мир, против американо, английских поджигателей войны Диалектика, следовательно, требует в совокупности условий и задач, видеть главное, основное, за что нужно всеми силами ухватиться, чтобы добиться практического успеха Подготовлено сообществом, рабочий класс Подготовлено сообщества